Привет, друг! Если ты нажал на это видео, то значит у тебя проблемы с осанкой. И сейчас, посмотрев это видео до конца, ты сможешь понять, как же исправить свою осанку и сделать ее максимально ровной. Сейчас я покажу тебе три упражнения, на мой взгляд, самые лучшие и самые простые. И что самое главное, все эти упражнения можно выполнять прямо у себя дома. Все, что вам потребуется, это стена и пол, чтобы выполнять эти упражнения. Будет всего три, как я вам сказал. Поехали! Итак, для первого упражнения нам понадобится стена. Присаживаемся у стенки и делаем то, что я вам сейчас покажу. В этом упражнении самое главное, чтобы все точки были прижаты к стене, а именно таз, поясница и лопатки. Затем мы начинаем поднимать руки через стороны и поднимаем их вверх, так, будто вы жмете гантели над головой. Да, поначалу у вас может не получаться поднимать руки вверх и максимально прижимать их к стене. Но вы должны всеми силами постараться, чтобы они не отрывались. Кривая осанка – это не только визуально некрасиво, но также влечет за собой кучу разных проблем для вашего здоровья. У вас ухудшается кровообращение, идет нагрузка на ваш позвоночник, тем самым он искривляется. Также это ведет к смешению внутренних органов, нарушая их естественные функции. Так что, ребят, я думаю, я вас замотивировал начать заниматься этим упражнениями прямо сейчас и максимально быстро исправить вашу осанку. Второе по шуту упражнения у нас – это поза собаки морда вверх. Я думаю, вы все слышали об этом упражнении. Тут мы держимся в таком положении 30-60 секунд. И делаем таких 2-3 подхода. Главное в этом упражнении – стараться максимально вытянуться. Ну и чтобы выполнять третье упражнение, нам нужно взять валик. Если у вас нет валика, вы можете взять какую-то ткань, завернуть, как это сделал я. Вам нужно положить это под спину и пролежать в таком положении 3-5 минут. Сейчас я вам покажу технику выполнения этого упражнения. Заворачивайте любую ткань или любую тряпку, которую вы найдете у себя дома. Ставьте ее под вашу поясницу и делайте то, как я показываю на видео. В этом упражнении ваши мизинцы должны соприкасаться друг с другом. Также обращаем внимание на мои ноги. То есть 2 больших пальца ноги у меня соприкасаются друг с другом. И в таком положении мы стараемся максимально вытянуться. Что ногами, что руками. Ну и последнее бонусное упражнение. Точнее это не упражнение, а большая рекомендация от меня. Всегда старайтесь ходить с ровной спиной. Когда вы садитесь за партой в школе, когда вы садитесь за компьютером, за едой, за телефоном. Не важно. Всегда стараемся держать ровную осанку. И ваш подбородок должен смотреть строго вперед. Таким образом вы со временем улучшите вашу осанку. То есть это должно войти в привычку. Всегда, что бы вы ни делали, стараемся держать ровную осанку. Вот вы уходите с такой осанкой, вспомнили, что нужно держать ровно. Все, начинаете держать ровно. И со временем ваша осанка обязательно улучшится. Также, ребята, выполняя все эти упражнения на постоянной основе, вы сможете добавить еще пару сантиметров в росте. Потому что до этого ваш позвоночник находился в склонном положении. Ваша осанка была такая сутуленная. И теперь, когда вы вытянулись и ваша осанка стала прямая, это вам даст пару сантиметров в росте. Также визуально вы будете кататься выше. Ну на этом, ребята, все. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok